Добрый день, дорогие друзья! И всем привет из Уганды! Я уже довольно-таки давно живу в этой замечательной африканской стране, но, к сожалению, растерял связь со многими своими старыми знакомыми, и поэтому новости из России до меня доходят порой как до жирафа. И вот с большим опозданием я узнал, что еще в 2005 году умер Иван Иванович Кузнецов, изобретатель известного одноименного аппликатора Кузнецова. Наверное, несправедливо, что об этом выдающемся местами человеке написано так мало. И я решил восполнить этот пробел, написав рассказ «Иппликатор Кузнецова, запоздалый некролог». Но так как в наше быстрое время не все успевают читать, то я решил дополнить этот рассказ еще вот таким вот коротким видео. Итак, что такое аппликатор Кузнецова? Это пластина с металлическими или пластмассовыми иглами. По мнению самого автора, с помощью этой пластины можно излечить любые заболевания, которые только существуют на нашей планете, включая рак и СПИД. В своей брошюре Иван Иванович так и написал «СПИД я не лечил, но вылечить могу». Что же надо сделать, чтобы вылечить СПИД? Для начала, по мнению Ивана Ивановича, надо выпить 2 литра молока. Выпив молоко, снимаем штаны и садимся на ведро с кипящей водой, чтобы хорошенечко пропарить свои гениталии. После пропарки берем металлические иглы, пластину с иглами, со швейными иглами и плотно со всей силы прикладываем к половым органам. В течение получаса держим эту пластину, постепенно увеличивая давление. Процедуру эту надо повторять 3 раза в день в течение месяца. По истечении этого срока можно пойти в ближайшее какое-нибудь медицинское учреждение. Ну, пойти, если вам, конечно, распаренные органы не помешают. И сдать анализ. Если анализ будет еще положительный, то курс лечения необходимо повторить. И так до победного конца. А конец, я вас уверяю, обязательно наступит. Вы, наверное, уже поняли, что медицинского образования у Ивана Ивановича не было. Да и никакого у него не было вообще образования. До приезда в Москву он жил сначала в Челябинске. А в Челябинск он перебрался вообще из какой-то глухомани, где щелаптем хлебал. Собственно говоря, очень простой человек. Поэтому и метод его очень-очень прост. Хотя, конечно, рациональное зерно в нем присутствует. Ну, например, болит у вас плечевой сустав. Что делаем? Накладываем пластину на больное место. И пытаемся совершать движения, провоцирующие внутреннюю боль. При этом накладываем пластину с такой силой, чтобы внутренней боли вы абсолютно не чувствовали. Таким образом, разрывается болевое кольцо. Сустав, не обремененный внутренней болью, способен совершать движения в полном объеме. Кроме этого, прилив крови, он тоже способствует восстановлению. Вот такой вот простой, но достойный метод. Не панацея, конечно. Однако, Иван Иванович так не считал. По его мнению, если чего-то на нашем земном шаре не хватало, так именно как раз его иголок. У Ивана Ивановича был карпающий голос. И этим голосом он постоянно вещал. «Я весь шарик в иголки одену!» Но вещал и вещал, с ним никто не спорил. Так получилось, что мы с Иваном Ивановичем работали 8 лет в одном кабинете. Было это в Институте физкультуры в Москве, на Сиреневом бульваре, дом 4. И при легкоатлетическом манеже там был кабинет номер 106. Вот в этом кабинете как раз я и провел с Иваном Ивановичем 8 незабываемых лет. Ну что сказать. С первого взгляда Иван Иванович уже произвел на меня достаточно такое сильное впечатление. Это был мужик, 50 лет с гаком, смахивающий на бомжа. Волос у него было как бы немного, но те, которые были, торчали вообще в разные стороны. Одной ноги у Ивана Ивановича не было, и он ходил на протезе. Поэтому в рукуе у него всегда была клюшка. В другой руке он держал такой облезлый, видавший виды кожаный портфель. Носил он засаленный пиджак. Вообще засаленный костюм. Вот, который не снимал даже когда ложился спать. Я с Иваном Ивановичем несколько раз выезжал в командировки, там, например, в Киев, в Ленинград. И мне приходилось с ним жить в одном номере. Я сам это мог наблюдать, что Иван Иванович ложился всегда спать, не снимая костюма. Наверное, он это делал из экономии времени, так как был достаточно занятым человеком. Кроме того, Иван Иванович мылся один раз в шесть месяцев, никак не чаще. Делал он это для того, чтобы не смывать со своей кожи ценные микроэлементы. А посему стоило где-то появиться Ивану Ивановичу, так сразу же воздух начинал наполняться какими-то газами и запахами какого-то непротухшего, прокисшего жира. Это мне, кстати, иногда очень сильно помогало, потому что придя в кабинет, мне достаточно было только сунуть нос, и я уже знал, был ли в этот день на работе Иван Иванович или не был. Так как Иван Иванович питался исключительно молочными продуктами, причем в прокисшем виде, то на батарее у нас в кабинете постоянно стояли пакеты с молоком и с кефиром. Обычно он делал так, наливал, брал стакан, наливал туда, значит, прокисшего молока, потом добавлял сахара, добавлял какого-то жира, масла, потом кипяченой воды, кипящей, горячей такой воды, и все это размешивал какой-нибудь грязной, обычно деревянной, задрипанной палочкой. В начале, в самом начале нашей работы, он меня один раз уговорил попробовать эту адскую смесь. Ну, что могу сказать? Я бегал достаточно быстро, но в этот день до туалета я добежать так и не успел. Среди пациентов Ивана Ивановича попадались иногда и нормальные люди, но это было скорее исключение. Подавляющее большинство его пациентов, как бы это помягче выразиться, были чудаковаты. Прием проходил, пациентов проходил примерно так. В дверь кто-то обычно робко стучался. Я открывал и видел на пороге какое-то полувменяемое существо, которое начинало что-то говорить. Здравствуйте, я приехал издалека. Здесь ли принимает знаменитый целитель Иван Иванович Кузнецов? Я говорил, ну да, конечно, здесь проходите, пожалуйста. Иван Иванович, к вам посетитель. Иван Иванович сразу же устремлялся к пациенту. Передвигался он на одной ноге, а вторая нога была с протезом, но несмотря на это бегал он достаточно шустро. Вот если у него в этот момент даже был какой-то другой пациент, то он тут же его бросал и бежал к новой жертве. Обычно пациент, увидев перед собой взлохмаченного какого-то мужика, такого в сальном костюме с палкой, который так вот прям как вот неожиданно вырос перед ним, сразу терялся и начинал что-то такое ошалело так лепетать. Иван Иванович, я вот там много о вас слышал, я проделал большой путь, мне бы так хотелось попасть в ваши руки, у меня заболевание. Но Иван никому ничего не давал, не давал возможности договорить. «Снимайте штаны!» Обычно каркающим голосом кричал он. Обычно зомбированный пациент сразу же выполнял вообще эту команду. А Иван, схватившись костистой рукой за задницу пациента, говорил, «А-а-а-а! Вот она что! Так я и думал! Попа у вас холодная! Вот в чем причина ваших бед! Будем делать!» И тут без всяких лишних разговоров он наклонял клиента вперед и в задницу ему всаживал вообще тысячу швейных игл. Пациент начинал вообще кряхтеть, но это только Иван Иванович еще больше заводило, и он вдавливал иглы сильнее. Он не давал проявить слабость никому. И если вдруг на выражении лица клиента становилось каким-то таким жалостливым, таким просящим о пощаде, то Иван Иванович немедленно на это пресекал. «Бег на месте!» Рекомандовал он! И жертва, несмотря на то, что стояла вот так вот нагнувшись, с голой задницей, глаза от боли вообще где-то были уже на лбу, послушно выполняла приказы Ивана Ивановича и начинала сучить своими ножками по полу. А Иван Иванович в эти моменты вообще был даже прекрасен. Волосы торчали в разные стороны. Лицо было серьезное, одухотворено, морщины изрезали, лоб, на котором выступали капельки пота, а своими глазами, стеклянными глазами, он как лазерами сверлил задницу пациента. Вообще, задница как раз была отправной точкой, с которой Иван Иванович начинал практически все процедуры. И только потом уже, оторвавшись от красных ягодиц своей жертвы, он переходил на другие какие-то части тела. Иголки при этом, естественно, не обеззараживались никогда. Он их не мыл, не стерилизовал. То есть, после одного пациента, они сразу же использовались на другом. И поэтому, конечно, не случайно, наверное, что многие жаловались на то, что у них на коже возникает раздражение. На что он реагировал своеобразно. Помню, один пациент пожаловался, что у него на спине, после применения эппликатора Кузнецова, появилось достаточно сильное раздражение. «Надо сделать следующее!» сказал Кузнецов и многозначительно замолчал. Пациент – это такой субъект, такой жалкого вида, недавно перенесший инсульт, полез за ручкой в карман, достал блокнотик и приготовился записывать. Доставал он ручку левой рукой, так как правая у него уже парализована. «Купи себе половник!» скомандовал Иван Иванович. Пациент, немножко, несколько удивившись, но все-таки записал «Купить половник и…» «И чеши себе им спину!» сказал Иван Иванович, глядя куда-то уже вдаль. «Половникам очень удобно чесать спину!» Ой, какая-то жалкая улыбка появилась, кривая жалкая улыбка на лице этого дядечки. Вот, мол, вроде как, гений тоже вот шутят. Другой пациент привел свою жену, женщину 35 лет. Сам же вежливо взял, удалился из кабинета. «На что жалуетесь?» спросил ее Кузнецов. «Ой, Иван Иванович, попала в аварию, у меня остеомелит, был перелом больше берцовой кости, делали операции, удаляли обломки, но кость все равно по-прежнему гниет». «Снимайте штаны!» Я тут подумал, а что, собственно говоря, Кузнецов может сделать со своими иголками при остеомелите? Но, закончив стандартной экзекуцией над задницей пациентки, Кузнецов не спешил переходить к ее ноге. «Вы с кем живете?» спросил он. «С мужем, с Володей». «Это тот, что вас сюда привел?» Ну, да. И тут Иван Иванович как долбанет своей клюшкой по медицинскому шкафу. Шкаф аж вообще жалобно зазвенел своими пробирками. «Он вам не подходит! Вам нужен не такой! Вам нужен другой!» Иван Иванович, а какой? «Вам нужен такой, чтоб шейка матки сама на пенис натягивалась!» У вас шейка матки на Володин пенис натягивается? Женщина потеряла последние остатки воли и что-то пролепетала. «Нет, Иван Иванович не натягивается!» «Ага! Вот видите, поэтому нога-то и гниет!» «Из-за шейки матки?» «А вы что думали?» «Идите отсюда сейчас и подумайте!» «А я вам пока другого мужика подыщу!» «И Володе другую бабу найду!» Несчастная женщина, которая пришла в надежде, чтобы вылечить свой остеомелит, покидала наш кабинет с окровавленной задницей и с грустными мыслями о шейке матки. Через полчаса, когда я вышел в коридор, я увидел, что она все еще сидит в холле. Женщина тихо рыдала. Рядом с ней, обхвативши голову двумя руками, сидел ее муж Володя. Пока еще муж. А злодей, кузнецов, разрушитель семейных очагов, в это время восседал в кресле и с удовольствием, причмокивая от удовольствия, пил прокисшее молоко. И ведь этих пациентов он не искал. Они его сами все находили. Кто к нам за эти 8 лет нашей совместной работы только не приходил? Был какой-то слоноподобный дядька с крайней степенью ожирения. Приходил он на процедуры вообще в каких-то широченных штанах и уже без трусов, которые, в принципе, ему были не нужны, так как в его складах член бы все равно никто бы никогда не нашел. Был у нас клиент по имени Ашот. Вот сейчас, когда я живу в Африке, я понимаю, что многие бы обезьяны проиграли бы Ашоту в соревновании по шерстистости. Мало того, что Ашот вообще был с ног до головы покрыт плотным и густым мехом, так он на какой-то ляд себе еще отрастил бороду и усы. Вот глядя на него, я всегда думал, а вот что, если раздеть Ашота, запустить его к вольер, вольер к обезьянам, дать в руки банан? Точно совершенно ни у кого вопросов. Не возникнет. Ходил ко мне как-то на массаж некий Григорий Рудольфович. Перед эмиграцией в Соединенные Штаты Америки он решил улучшить свою физическую форму. Ну, а форма-то была у него, честно говоря, не очень. Но он мне нравился, невысокого роста, жирноват, слегка дрибловат. Одним словом, массировать такого человека было совсем не сложно. И вообще, хороший мужик был, Григорий Рудольфович, но вот доставал меня немного своими разговорами проевреев. И из всех его долгих рассуждений следовало, что евреи нация талантливая и страдают из-за того, что другие народы завидуют их уму и делают им всякие гадости. Ну, он говорил, я слушал. И вот однажды мне пришлось предупредить Григория Рудольфовича, что во время массажа может зайти один странный, взъерошенный человек с палкой в руке на протезе. «Чем этот человек странен?» спросил Григорий Рудольфович. «Ну, понимаете, Григорий Рудольфович, он может начать вам излагать разные идеи. Например, может предложить вам заняться анонизмом. И действительно, Иван Иванович всем советовал мастурбировать. Причем, чем больше, тем лучше. То есть, по его мнению, анонизм развивает воображение, фантазию, что в конечном итоге поможет найти хорошего, надежного партнера для совместной жизни. Вот, например, мастурбируешь и представляешь Ольгу. Чувствуешь, ну, что-то не то. Не твоя Ольга, значит. Не твоя. Далее. Катя, Маша, Зина. Все не то. А вот только представил Верку, как сразу оп и кончил. Так вот оно, где счастье твое. Беги скорее к Верке и сватайся, ошибки не будет. Григорий Рудольфович улыбнулся и сказал, ну, про анонизм пусть говорит сколько угодно. Я вот только не люблю, когда евреев ругают. Так как Иван Иванович не был уличен ранее в антисемитизме, то я торжественно пообещал, что евреев ругать никто не будет. Через некоторое время дверь в кабинет распахнулась, и, обдав нас запахом прокисшего жира, в кабинет ворвался Иван Иванович. В руках он держал пакет с молоком. Он устремился к окну, вскрыл пакет и жадно отхлепнул. Так я и знал, прокарков Иван Иванович. Диверсия в стране! Диверсия! Они уже и молоко разбавлять начали! А кто же это молоко разбавляет? Поинтересовался любопытный Григорий Рудольфович. Как то? Они жиды поганые! Ах, вот оно в чем дело, протянул Григорий Рудольфович. И тут Иван Иванович внимательно на него посмотрел. Ах, а я вижу, вы жидок! Я еврей! Гордо парировал лежащий во одних плавках на столе Григорий Рудольфович. Иван Иванович подскочил к нему и грозно потряс палкой. Ваша нация хулиганит! Ой, как хулиганит! Что же такого моя нация делает? Спросил Григорий Рудольфович. А вы, жиды, тихо бздите! Да вонька несет! Серьезное заявление. Что тут ответишь? Иван Иванович продолжал что-то орать про жидов, при этом потрясая клюшкой. Я, честно говоря, очень боялся, что он этой клюшкой перетянет по спине Григория Рудольфовича и тем самым лишит меня выгодного, хорошего клиента. Сам же Григорий Рудольфович отвечал едкими, короткими репликами и внешне держался совершенно спокойно. Но, видимо, все-таки нервы-то не железные, а задница, увы, дряблая, и в какой-то момент Григорий Рудольфович подпустил шептуна. В сущности тем, он подтвердил слова Ивана Ивановича, что евреи пердят тихо. Запахи антисемита и сиониста смешались в какой-то один ядовитый коктейль, от которого аж щипал его досуг. Как заслуженный изобретатель, Иван Иванович в Москве на Большой Черкизовской дом 20 получил квартиру. Иван Иванович очень много думал о космосе, верил в инопланетян и поэтому выпросил для себя самый верхний этаж. В своей квартире Иван Иванович поселил полоумного художника, который напрямую общался с инопланетянами и даже летал на какую-то очень далекую звезду. Иван Иванович был убежден, что рано или поздно инопланетяне заинтересуются его изобретением, выйдут с ним на контакт, чтобы распространить учения об аппликаторах по всей Вселенной. И вот как-то раз выпив с другом, мы решили подшутить над Иваном Ивановичем и позвонили ему. Иван Иванович Кузнецов спросил мой друг. Чтобы придать голосу металлический оттенок, он надел на голову ведро. Да, слушаю вас. Я знаю, что вы хотите с нами встретиться. А кто вы? Кто вы? Мы прилетели в созвездие лебедя. И тут голос Ивана Ивановича стал намного нежнее. Да, слушаю вас. Включите телевизор в три часа ночи. Для вас будет важное сообщение. Наверное, это было немножко жестоко, так как я уверен, что эта ночь стала для Ивана Ивановича бессонной, и он провел ее у телевизора в ожидании таинственного сообщения от инопланетян. Вообще-то мы хотели пошутить сначала даже еще круче и сказать Иван Иванович, выйдите, пожалуйста, ночью на балкон, прокричите какие-нибудь ключевые слова, например, импликатор Кузнецова и прыгайте вниз, а мы вас на летающей тарелке подберем и увезем в наш штаб для переговоров. Но побоялись, что черт его знает вообще, вдруг все это пройдет за чистую монету и изобретатель погибнет. Потому что шутки над ним иногда все-таки проходили. Вот, например, до этого мы нашли конверт с иностранной маркой и вложили туда письмо вот такого содержания. Уважаемый Иван Иванович, Нобелевский комитет решил вас выдвинуть в качестве претендента на получение Нобелевской премии этого года. Пожалуйста, пришлите подтверждение своего участия, заверенное по месту жительства. И подпись по поручению Нобелевского комитета король Швеции Карл Густав. Обратное письмо, которое послал Иван Иванович, а его он печатал у нас, собственно говоря, в кабинете, выглядело примерно так. Уважаемые Карл и Густав, я, Кузнецов, изобретатель репликатора, проживающий по адресу Большая Черкизовская, дом 20, согласен получить Нобелевскую премию. И после этого, значит, все это венчало подпись начальника ЖЭКа и печать жилищно-коммунальная контора номер 5. Я думаю, что в ЖЭКе очень хорошо посмеялись, во всяком случае, надеюсь на это, когда Иван Иванович заверял подобный документ. Вот, письмо было отослано в Швецию, вот, но я уволился в это время с работы и уже не знаю, что там подумал Иван Иванович, когда не получил никакого ответа. Может быть, он подумал, что жиды перехватили его письмо, а может быть, инопланетяне посчитали, что его изобретение настолько опережает время, что еще рано предъявлять его миру. Может быть, А может быть, среди инопланетян тоже есть жиды. В общем, ответа нам теперь уже никто не даст. Иван Ивановича больше с нами нет, так и будем, наверное, ходить в потемках. Чтобы уточнить, как именно погиб изобретатель, я связался с Валерием Николаевичем Пуковым, который работал с с ним в последние годы. Вот, что мне написал Валерий Николаевич. Иван Иванович очень хотел создать вакуумный скафандр на все тело. Нашел человека, который спонсировал деньгами разработку и изготовление вакуумного скафандра. При первом испытании на себе он почувствовал боль в сердце. Решил сразу же сделать второй цикл. Боль в сердце не ушла. Он стал продолжать вакуум. На пятой процедуре он погиб. Вот такой финал. Но Иван Иванович все-таки осуществил свою мечту. Он сделал игольчатый вакуумный скафандр. И этот скафандр, я надеюсь, помог ему в конце концов улететь из этой жизни навстречу с инопланетянами. Так что спи спокойно, наш дорогой Иван Иванович. Твое дело не пропадет, так как оно уже пропало. Пусть земля тебе будет самым колючим аппликатором. теряám и тюрь и Субтитры сделал DimaTorzok